в Тель-Авиве. И передо мной стояла такая дилемма. Если я откажусь пристать пред правосудием Франции, я подтверждаю обвинение. Если я приезжаю во Францию, я могу пожизненно получить. Естественно, я выбрал второе, так как я не был ни в чем виной. И был суд, мне дали условно. Мне во Франции не открывали счет. Как можно жить без счета? Вы спросите у французов этих пидорасов. Спросите у них, как может человек жить 8 лет без счета. И как вы жили? Вот жил. Жил, наличные деньги платил, получал из Москвы наличные деньги свои. Они вот говорили из-за этого, что вот я такой-сякой. Французы прослушивали. Больше того, следили за мной. Потом меня выгоняли, это, это. Меня просто обсирали, обсирали. Кто со мной связан, те были мафия. При всем этом, что с Ельциным связано. Такие книги есть не у всех премьер-министров. Принадлежит Белунову Леониду Федоровичу. Номер книги 245. Личная подпись Ельцина. Так я покусался на него или нету? Я не пойму тогда. Наверное, я и хотел его убить за то, что он мне книгу только подарил. И больше ничего. Я им предложил создать хоккейную команду во Франции. Я ей денежку дам на команду. Я создам за свои деньги хоккейную команду, с которыми я обещаю, что в течение двух лет я выиграю кубок европейских чемпионов по хоккейу. Они мне говорят, а что это тебе дает? Я говорю, а ведь нажить все буду иметь в этой стране, да? Они с кем-то советуются, кто-то им сказал, не надо. Восемь лет воевал, восемь лет. Меня выгоняли один раз на год. Я возвращался. В борьбе у меня 10-15 адвокатов было в Париже, которые за меня ходили по прессе, по эмиграции, по всему, по налогам, по этому, по этому, по уголовному. Я находился под подпиской о невыезде с Франции в связи с расследованием дела о покушении на Ельцина. В одном из дней, который я должен был отмечаться, меня встретили очень приятные молодые люди и спросили, мы знаем, какое вы имеете влияние, не могли бы вы случайно оказать нам помощь, потому что у нас 4 человека французов находятся в плену Чечены. Лично Ширак обратился к Ельцину, чтобы Ельцин помог, но он не смог ничего решить. У меня был парень один, Чечен, он очень уважаемый там. Вот он когда-то со мной сидел в лагере. И была ситуация, при которой я спас ему жизнь. И за две недели он мне их нашел живыми, и их здесь встречали во Франции. Это освобождение стало самым загадочным освобождением за последние месяцы, в подробности которого, как и самих пострадавших, два дня французское посольство в Москве тщательно скрывало своих стенок. Меня бы в первую очередь отсюда попросили бы, мягко сказать, в первую очередь, не будь войны в Чечне, как мафия, самый-самый-самый-самый сильный, самый бандит, самый главарез, самый каннибал. К концу 90-х ажиотаж утих. Убивать стали меньше, криминальные авторитеты превратились в респектабельных и солидных господ. Некоторые даже вышли на уровень политической и экономической элиты. То, что нужно все вопросы решать миром, а потом и вообще уходить из криминала, это мы начали понимать уже к концу 90-х годов. С возрастом люди уже стремятся к более спокойной жизни, потому что ходить под пулями всю жизнь никто не хочет. Много уже покосили, некого было уже косить. Ужас, конечно, ужас. Легальный бизнес приносит гораздо больше денег, а во-вторых, он безопасней. Когда мы еще только делали первые шаги к этой легализации, у нас появилась первая автомобильная стоянка платная. Мало народу ставило на нее машины. Мы разбивали им стекла и все остальное, чтобы они ставили машины на стоянку. Вот вам простой пример совмещения криминального бизнеса с легальным. Крыша перестала быть продуктивной. Если люди остались, оно все трансформировалось в другую плоскость. Это люди, которые принимали своими активами уже, как вы выразились, крыши. Они своими средствами, своими активами принимали участие в создании бизнеса. Они лоббировали эти вопросы, которые не могли лоббировать бизнес. Они трансформировались в другие отношения. И они стали равноправными партнерами. Мой бизнесмен приехал из Киева. Он в Москве живет? Был вот наш бизнес. Киев ездил, проверял. А что на Украине за бизнес? Строительный. Что строится? Что мы строим, Марик? Жилые дома, офисные центры, торгуем землей. Как наша строительство идет? Бухой ты уже, бухнул самолетики, да? Глазки вон, я вижу по глазкам. Наш Алексей, он мне дал орден. За что? За то, что я... За что Марк дал он мне? Где этот парень не пройдет, везде все цветет и расцветает. И спиртное желатель, да? Спиртное желатель, что ли? Вино, водки. Ничего? Спасибо. С кем меня обвиняли? Шавалер. Он имел ресторан вот такой. В центре. Он открыл еще несколько таких ресторанов. Ну, из-за бизнеса, может быть, я не знаю из-за чего, но его убили. Шавалер. Его убили. И теперь вот это все его ребята остались. Его ребята остались. И мне вот здесь был у них, вот тоже убили парня. Ну, в Москве такой вот бизнес. Он мне обратился, говорит, Алик, помоги мне, говорит, вот там вот Олимп, вот этот ресторан, говорит, он такой был в упадке. Народ не ходил. Говорит, если бы они нам сейчас дали бы этот ресторан, мы бы его подняли бы и так далее. Ну, я владельца, знает, Искандер. Он говорит, Алик, вообще разговора нет. Вот я их сюда привел, вот это все цветет. Все цветет. Представляете, что сделали? Сказку. Потому здесь уважуха. Потому здесь все хорошо. И так вот все вместе в Москве где-то что-то просят, где-то что-то помогаем. Где-то что-то вот. Просто чистое уважение. Какое время вопроса? Вот белый чей. Я люблю белый чей. О, полный. Если в 90-е годы убивали больше друг друга, в 2000-е годы стали убивать больше бизнесменов, просто потому, что бандиты начали занимать, становиться бизнесменами и занимать те ниши, которые уже давно были заняты бизнесменами. Лизонька, доченька моя, ты мне позвонила папе. Сказал, пап, вот я хочу поехать. Лиза, но общественные транспорты лучше сейчас воздержаться от них. Вот так. Лизонька, из-за гриба. Все дело в том, что у меня война была. Алюминиевые сообщества, которые я занял свою нишу, это же огромные-огромные дивиденды. И, конечно, им надо было решить вопрос со мной. Меня обвиняли, бог я знает в каких вещах. И они хотели меня экстрадировать в Россию. Всего, всего. И мне необходимо было себя легализировать. Но я просто понимал, что это все возможно в России. Но у меня был уже период, когда для меня она только могла закончиться как бы так вот в другой плоскости. Только смертью. И если бы я в тюрьму попал, то я там хозяин. Ну что? И мне это не надо было. Ага, ну что? Ага. Я переехал в Италию, познакомился с русской девушкой, женился на ней, получил вид на жительство. Разговаривал со своими земляками из Москвы, с Москвой, и вот наговорил, что обвинили, что я подкупил Олимпийские игры. 2002 год. Имя нашего героя Олимжана Тахтахунова снова на центральных страницах мировой прессы. Скандал на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Прокуратура Америки обвиняет Тахтахунова в подкупе французского судьи и в подтасовке результатов в соревновании фигуристов. Америка требует арестовать Олимжана Тахтахунова и экстрадировать его из Италии в США. Человек 15 пришли, меня через заборы прыгали с повязками, не в масках, конечно, перепрыгнули. Я как сидел за столом, хотел кофе, только попить кофе, это утро было. Ну, еще подошли, начали какую-то ерунду мне говорить. Как можно Олимпийскую медаль купить? Что за глупости? И почему в этой всей игре один я страдаю, если я ее купил и в сговоре был? Верховный суд Италии отказал Америке в выдаче Олимжана Тахтахунова из-за недостатка доказательств. После 11 месяцев пребывания в итальянской тюрьме Тахтахунов был выпущен на свободу и через месяц его торжественно встречали в Москве. Но заявка на его розыск до сих пор находится в Интерполе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Милый господин решил, перед Богом узаконить мою жизнь. А потом господин Милый говорит, «Ну почему у вас церковь в таком плохом виде?» Потому что нет средств, чтобы чинить. Очень просто. Когда я взял номер счета у владыки и перевел, получилось где-то около 600 тысяч долларов, естественно, у владыки Варнавы сделали обыски. Такой дикий обысок. Дерев брутально, варварский. И, конечно, их забрали в кутузку. Во Франции вы не можете принимать деньги, если вы не знаете происхождение денег. Но, простите, по Евангелию правая рука не знала добро, которое делает левая. Но эти деньги, как мы видим, они инициировали то, что мы выиграли все суды. И сегодня мы можем говорить о том, что это русский храм. И вот с Божьей помощью мы с тобой должны многое сделать. Купола будут золотые. Мы хотим этот храм сделать в назидание все, что русские возвращаются. С Божьей помощью. Обнимаю всех. Спасибо вам. Вот по Каннскому храму. Об этом узнал Путин. Он дал команду. И мне дали индульгенцию, что мы надо, мы вам дадим любые бумаги с России. Потому что они понимают, что я сделаю это искренне. Я никогда ни о чем не мечтал. У меня были какие-то цели, которые я преследовал и добивался этих целей. Например, была цель снять этот фильм. Драги действительно настоящие. Это должники были у нас такие. Но они не могли расплатиться с долгами. Я предложил им отработать эти долги съемками в фильмах. Ну, получит немножко по седлу. Ничего страшного. Еще. 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 Выше. Устал. Вот человек умер в тюрьме у меня. Вот это стрелка 90-х годов. А ты кто такой? Откуда ты взялся? Это Серега Пенов. На 25-м году от ситки умер. Ну, и вот такое оружие мы использовали. И в реальной жизни, и в кино. Сейчас нет утюга, паяльник, которые были в начале 10-х годов.